Добрый день! В эфире информационная программа новости 7.24 и с вами в студии я, Джохан Герабдурахманов. Избран новый президент Федерации футбола Узбекистана. Им стал Умит Ахмаджонов. Вице-президент футбольного клуба Пахтакор, вице-президент Национального Олимпийского комитета и заместитель председателя Национальной Паралимпийской Ассоциации. Его кандидатуру во время отчетно-выборной конференции делегаты поддержали единогласно. Первым вице-президентом Федерации избран Ачилбай Раматов, первый заместитель премьер-министра Узбекистана и глава АО Узбекистан Тимар Юляра. Совбез ООН в понедельник единогласно утвердил новые санкции в отношении Северной Кореи. В результате шестых самых сильных ядерных испытаний, проведенных 3 сентября. В частности, новые санкции предусматривают полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку пхеньянам нефтепродуктов и ограничение импорта сырой нефти. США поначалу настаивали на более жестком варианте резолюции, но в итоге пересмотрели документ, опасаясь вето со стороны Китая и России. Более суровый вариант предусматривал полное эмбарго на поставки нефти в КНДР и замораживание активов северокорейского руководства за рубежом. Отметим, что данные санкции являются уже девятыми по счету. Первые санкции были приняты в 2006 году. Тем временем в Нью-Йорке вчера также состоялась церемония памяти жертв самого масштабного теракта в мировой истории. Ровно 16 лет назад, 11 сентября 2001 года, Америка вздрогнула от трех самых мощных взрывов. Два самолета, захваченные террористами, врезались в небоскребы Всемирного торгового центра. Горящие высотки по 110 этажей каждая падали словно карточные, разрушая и соседние здания. Памятные мероприятия начались на месте трагедии торжественным выносом американского флага. Ровно в 8.46, когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого родственники начали зачитывать имена погибших. Количество жертв террористической атаки составило более трех тысяч человек. Вдвое больше получили различные ранения. Ответственность за серию жутких терактов взяла на себя Аль-Каида. Финансовые учреждения нашей страны принимают активное участие в модернизации экономики, обеспечении производств, современной техникой и технологиями. Среди них и Успромстройбанк. Поддержка субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности банка. В связи с чем он предоставляет населению кредиты на выгодных условиях и по привлекательным процентным ставкам. Подробности в сюжете моей коллеги. Успромстройбанк оказывает всестороннюю поддержку молодым людям, которые решили начать свой бизнес. Одним из успешно функционирующих филиалов банка является его центральный операционный региональный филиал. В 2017 году данный филиал выделил выпускникам колледжей кредитов на сумму 327 миллионов суммов на развитие предпринимательской деятельности. По состоянию на 1 сентября 2017 года большая часть кредитов, выделенных центральным операционным региональным филиалом АКБ Успромстройбанк, приходится на субъекты малого бизнеса. В частности, на кредитование субъектов малого бизнеса выделено 34 миллиарда 402 миллиона суммов. На развитие сферы услуг 4 миллиарда 600 миллионов суммов. На развитие женского предпринимательства 1 миллиард 736 миллионов суммов. На производство продовольственных товаров 3 миллиарда 714 миллионов суммов. На производство непродовольственных товаров 7 миллиардов 583 миллиона суммов. Для выпускников колледжей банк организовал специальный конкурс «Моя бизнес-идея», основными целями которого являются обеспечение занятости молодежи, особенно выпускников профессиональных колледжей, формирование у них навыков предпринимательства, воплощение в жизнь их инновационных бизнес-идей, оказание всесторонней поддержки в налаживании бизнеса. Победитель конкурса получил кредит в размере 15 миллионов суммов на 3 года с трехмесячным льготным периодом для реализации своей идеи. За счет этих средств был запущен ткацкий цех. В текущем году центральным операционным региональным филиалом АКБ Успромстройбанк нам был выделен кредит в размере 100 минимальных заработных плат. На эти средства мы закупили новое ткацкое оборудование, было создано 4 новых рабочих места. Теперь мы поставляем населению качественную трикотажную продукцию. В преддверии значимой экологической даты Международного дня охраны озонового слоя и 30-летия со дня подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, в галерее изобразительного искусства Узбекистана состоялась торжественная церемония объявления победителей международного конкурса. Он был посвящен вопросам охраны озонового слоя и изменения климата. В ходе церемонии собравшиеся могли ознакомиться с фотовыставкой лучших работ участников конкурса. В конкурсе приняли участие представители 60 стран мира. Он проводился по двум номинациям – «Озоновый слой и я» и «Изменение климата моими глазами». Я участвовала в номинации «Озоновый слой и я». Моя фотография называется «Frage Lire of our planet», что в переводе означает «хрупкий слой нашей планеты». В своей фотографии я хотела выразить, изобразить озоновый слой в виде мыльного пузыря, который может в любой момент лопнуть, и это приведет к необратимым последствиям. И призываю свои фотографии защищать озоновый слой и нашу окружающую среду. На фотоконкурс было прислано немало работ, раскрывающих проблему управления водными ресурсами, доступа к чистой питьевой воде, борьбу с проявлениями засухи. Работы оценивались признанными международными специалистами ООН, посвятившими свою деятельность решению глобальных и региональных проблем в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Listening, Reading, Writing, Speaking. Всем известно, это великолепная четверка, из которой состоит международная система оценки знаний английского языка IELTS. Сегодня сертификат IELTS необходим фактически в любом иностранном ВУЗе. Столичный Кенге Аш Союза молодежи Узбекистана организовал мастер-класс для студентов, которые стремятся получить образование за рубежом и сдать языковой экзамен. Как сдать IELTS? Какие документы необходимы для учебы в зарубежном ВУЗе? Что такое грант и как его выиграть? Ответы на эти и другие интересующие вопросы получили свыше 50 студентов разных учебных заведений на семинаре от Мухайо Зайровой, IELTS-эксперта, выпускницы Кембриджского университета и руководители учебного центра Next Step Up School. Специалист провела тренинг по написанию эссе, поделилась различными техниками по изучению языка, а также ознакомила студентов с системой подачи документов для стипендий. Мастер-класс проходил в интерактивной форме. После небольшой лекции участники поделились впечатлениями и рассказали о своих проблемах. Опытный преподаватель дала ценные советы и, исходя из своего многолетнего опыта, рассказала студентам о частых ошибках при изучении языка. В настоящее время в Союзе молодежи именно организовываются зарубежные поездки молодежи и в этом именно ключевая роль отводится нашей молодежи. Именно они будут представлять нашу страну и с этим, обучаясь этим языкам, они непосредственно будут участвовать в этих проектах и вносить свой вклад в развитие международных отношений между Союзом молодежи и Республикой Узбекистан с другими молодежными организациями. Одна из задач Союза молодежи – это воспитание образованных, предприимчивых, добросовестных руководящих кадров, создание необходимых условий для повышения интеллектуальной составляющей молодых людей Узбекистана путем розыгрышей грантов для студентов бакалавриата, магистратуры, а также тех, кто занимается научно-исследовательской деятельностью. Несмотря на то, что ураган Ирма ослаб до уровня тропического шторма и серьезной опасности не представляет, за собой он оставил хаос и разрушение. На восстановление уйдет не один день. Страховые убытки компаний весьма огромные. Они могут составить от 100 до 150 миллиардов долларов. Некоторые специалисты данной области вовсе прогнозируют сумму от 200 миллиардов долларов. Впрочем, некоторые страховщики и в этом видят выгоду. Они отмечают, что масштабные выплаты позволят страховым компаниям увеличить размер страховых премий в следующем году. От Ирмы пострадали все секторы экономики, начиная от школ, заканчивая транспортом. Экономический ущерб от урагана составил 300 миллиардов долларов. Различные повреждения получили более 2000 объектов недвижимости. В то время как акции большинства страховых компаний полностью обвалились. Катаклизм привел к панике на финансовых рынках. Конечно, все эти цифры не сравнятся с горем, которое испытали многие семьи. Количество погибших в результате урагана, по последним данным, составляет 30 человек. Количество погибших в результате сильнейшего землетрясения в Мексике достигло 96. Более 2,5 миллиона человек нуждаются в помощи. Больше всего пострадал штал Уахака. Количество смертей там составило 76 человек. Более 12 тысяч домов полностью разрушены. По словам губернатора штата, данные цифры могут расти. Не менее миллиона населения штата в срочном порядке нуждается в еде, воде и электричестве. Пострадавшим помогают военные волонтеры. Как отметил президент страны, прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 100 лет. В знак солидарности с семьей погибших в стране объявлен трехдневный траур. Спустя два года после того, как разродился дизельный скандал с участием крупнейшего мирового автопроизводителя, глава Volkswagen сообщил, что эпоха, когда компания хвасталась огромными продажами, закончилась. В своем выступлении на автосалоне во Франкфурте глава компании Маттиас Мюллер отметил, что возможные будущие запреты на дизельные автомобили в городах Германии заставят всю промышленность изменить свои взгляды на рынок. На достижение новых целей, как отметил Мюллер, компания готова потратить 20 миллиардов евро. Деньги будут потрачены на разработку электрокаров. Еще 50 миллиардов евро будут вложены в батареи для работы этих машин. В частности, к 2030 году компания планирует представить электроверсии всех 300 моделей своих машин. Вслед за Мюллером на сцену вышел глава Daimler Dieter Zetsche. Он отметил, что к 2022 году компания сможет предложить клиентам по крайней мере 50 моделей автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Благодаря переориентации на электромобили Daimler надеется сократить расходы на 4 миллиарда евро. На развитие направления по производству электромобилей в ближайшие годы компания инвестирует около 10 миллиардов евро. Отметим, что продажи дизельных автомобилей начали падать после дизельного скандала с участием Volkswagen. Однако они еще больше упали после начала дебатов относительно необходимости полного запрета машин с дизельными двигателями на улицах ФРГ. Ровно 10 лет прошло с момента, когда глава Apple Стив Джобс представил публике первый iPhone. К знаменательной дате компания подошла довольно серьезно. Как отметили представители Apple, новый продукт, который будет показан сегодня, позволит заткнуть всех критиков. Эксперты спорят, получит ли новая модель имя iPhone X и станет ли самым дорогим смартфоном в истории компании. Ответы на эти вопросы станут известны по итогам очередной конференции. Среди новинок компания также покажет новую линейку Apple Watch, а также Apple TV высокого разрешения и многие другие варианты смартфонов собственного производства. Презентация новинок впервые пройдет в театре имени Стива Джобса, Стив Джобс Театр в Apple Park в Калифорнии. Это место считается последним дизайнерским проектом Джобса, который умер в 2011 году. Новая модель имеет более богатые цвета, а также оборудована сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата и функцией беспроводной зарядки. Сегодня вечером состоится футбольный матч между английским Челси и азербайджанским Карабахом в рамках первого тура Лиги Чемпионов на стадионе Stamford Bridge в Лондоне. Надо отметить, что этот матч группы «С» будет дебютным для команды из Азербайджана. Для Антонио Конте эта игра тоже будет дебютной в рамках Лиги Чемпионов в качестве главного тренера Челси. «Английским клубам всегда было тяжело. Все из-за плотного графика. Нам предстоит провести 7 матчей за 21 день. Что ж, придется перевернуть сознание игроков, настроить их должным образом. Самое главное – вовлечь их в процесс. В противном случае нас ждет провал». Напомним, что сегодня также состоится второй матч этой группы между командами «Рома» и «Атлетико Мадрид». Сегодня болельщик футбола ждет матч двух лидеров мирового футбола. В Каталонии будут встречаться местная «Барселона» и итальянский «Ювентус». Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Ювэ» – мощная команда, и никому не надо напоминать, что в прошлом розыгрыше она выбила «Барселону». «Ювентус» хорошо входит с мячом вперед и здорово оказывает высокий прессинг. Его форварды знают, как создавать опасные моменты, когда действуют сообща. Нас ждет матч двух самых мощных команд в Европе. Напомним, что матч «Барселона» – «Ювентус» начнется в 23.45 по ташкентскому времени. Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Узрепорт ТВ». Пока на этом все. Оставайтесь на нашем телеканале. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!